Я свою лекцию обозначила как политическая философия Ханны Айленд «Права человека, публичное пространство и деятельная жизнь». И центральным понятием лекции у меня будет понятие «прав человека», поскольку Ханна Айленд дала значительный толчок к обсуждению не только философскому, но в значительной степени философскому этого понятия. И об этом понятии, собственно говоря, речь идет прежде всего в такой главе ее книги «Истоки тоталитаризма» как «Упадок национального государства и конец прав человека». В этой главе она формулирует парадокс прав человека, к которому затем обращаются философы все последующие годы и вплоть до сегодняшнего дня. И я хотела бы в том числе затронуть эти переинтерпретации, показать, почему Трансьер, Жижик, Агамбин обращаются к парадоксу прав человека и интерпретациям Ханны Айленд. И я вот хотела предупредить, может быть, немножко сумбурно. Будет моя лекция, хотя я буду стараться не быть сумбурной, поскольку я написала текст, собственно, к этой неделе. Но этот текст представляет результат такого моего исследования уже давнишнего чтения текстов разных, Агамбина, Ханны Айленд, теоретиков признания, представителей философии признания. И вот я попыталась синтезировать разные современные концепции в связи с тем, что развивала Ханна Айленд в определенных разделах своей книги. И построю свою лекцию таким образом, что в первой части, у меня четыре части будет, в первой части очень коротко расскажу о том, как Ханна Айленд видит возникновение парадокса прав человека. Во второй части затрону то, как современные философы в нулевые годы, в частности Агамбин, Рансьер и Жижик, переинтерпретируют этот парадокс прав человека, обращаются к нему и как они его видят, и почему они его так видят. В третьей части я затрону понятие голой жизни и покажу, как Ханна Айленд предлагает еще одно важное измерение ущемления прав человека, которое на языке философии признания связано с взаимоуважением, самоуважением, то есть вот с такими глубинными практиками, которые важны для реализации человека и человеческого сообщества, принципиальны. И вот об этих практиках Ханна Айленд пишет в самой последней главе своей книги «Тотальное господство. Книги. Истоки тоталитаризма». То есть это еще один раздел книги, который я просто рекомендую почитать тем, кто не читал его. И в последней части доклада я обращусь к белорусскому контексту, в котором, мне кажется, вот эти практики, которые описывает Ханна Айленд, воспроизводятся, хотя, как я вот написала в релизе, мы живем не в эпоху тоталитаризма, но сама Ханна Айленд писала, что режимы могут завершиться, а практики спокойно воспроизводятся дальше. Ну и вот я хотела выдвинуть там три гипотезы, как это работает в Беларуси и что с этим делать. Ну и в качестве такого предисловия я хотела привести две цитаты, прежде чем перейти к первой части. Первая цитата принадлежит самой Ханне Айленд. В истоках тоталитаризма она говорит, что возникновение общества концентрационных лагерей, также она его называет обществом умирания, подготовки живых трупов, ну все это те процессы, которые происходили в концентрационных лагерях, Ханна Айленд целое понятие ввела для обозначения их. Вот она говорит, что возникновение этого общества концентрационных лагерей стало возможно именно потому, что, цитата, «права человека, которые никогда не были проработаны философски, но только сформулированы, которые были провозглашены и введены без необходимых политических гарантий, в своей традиционной форме утратили в определенный момент всякую общезначимость». То есть Ханна Айленд полагает, что философская проработка прав человека принципиальна, что недостаточно защиты, продвижения, артикуляции прав человека правозащитниками, но что права человека должны стать предметом гуманитарного и философского обсуждения. Вторая цитата принадлежит Юргену Хадемасу, который в своей книге 2011 года, посвященной переосмыслению современного политического устройства в Европе, в эту книгу он открывается с, которая называется «Понятие человеческого достоинства и реалистическая утопия прав человека». И он пишет, что важно раскрыть связь между значением понятия прав человека и становлением понятия человеческого достоинства. Вот эту связь важно раскрыть. Почему? Потому что цитата «Примеры ущемления человеческого достоинства являются толчком к возмущению, которое ведет к борьбе и вселяют новую, но все еще невероятную надежду на институционализацию по всему миру прав человека». Ну и вот к этой цитате Хадемаса о том, что «Примеры ущемления человеческого достоинства являются толчком», могу только добавить, что для меня само обращение к правам человека было связано именно с опытом этого ущемления человеческого достоинства. И вот как-то вроде бы на уровне повседневной жизни даже незначительно говорит, как мы с ним сталкиваемся, с хамством, в общении с людьми, с невозможностью с людьми договориться, в игнорировании людьми друг друга, повсеместно, на уровне бюрократии, в системе образования. Так вот, все это, согласно Ханярин, как я попытаюсь показать, все-таки значительно и важно. Это касается ущемления человеческого достоинства. И что важно, Хадемас полагает, что его примеры становятся таким толчком к тому, что происходят изменения и связаны с правами человека. Он надеется, что это приведет к усилению этого понятия. Ну и сейчас тогда хотела бы перейти к... А, ну, если говорить, да, о главном теоретическом вопросе моей лекции, то это вопрос о том, действительно ли права человека играют столь важную роль сегодня, что стоит осмысливать их, да, что стоит к ним обращаться, действительно ли нужно философское осмысление прав человека. И не только философское. В общем-то, из размышлений Ханны Альин и других философов следует, что художникам не меньше, чем философам следует обращаться к правам человека, что это тема, которая должна быть на повестке дня в нашем обществе, в нашей культуре. Действительно ли это так, и почему это так, если это так. Вот. И второй, да, вопрос, который меня интересует, как это выглядит в нашем белорусском контексте. Действительно, еще и в нашем белорусском контексте права человека важны. Первый пункт очень коротко, да. Как я уже сказала, Ханна Альин в книге «Истоки тоталитаризма» в главе «Упадок национального государства и конец прав человека» фиксирует парадокс прав человека. И хочу отметить, что Сейла Бенхабиб, это современный философ, социальный теоретик, про эту главу книги пишет, что эта глава является примером блестящего синтеза исторически обоснованного эмпирического анализа и философской глубины. И, в общем, мы уже вчера обсуждали, что «Истоки тоталитаризма» может быть не совсем ровной книгой является, но некоторые главы являются блистательными. Одна из таких глав – это вот эта глава «Упадок национального государства и конец прав человека». И этот парадокс вот так выглядит, да, сейчас я приведу цитату, эта цитата затем воспроизводится в текстах. Рансьера, Жижека, да, Агамбина просто, они ее приводят все снова и снова, это какой-то симптом, поэтому, мне кажется, стоит, да, обратить внимание на этот парадокс «Прав человека», да, и подумать, почему к нему обращаются. Ну, вот он звучит так в самой цитате Аленд, «Концепция «Прав человека», основанная на допущении о существовании отдельной человеческой особи как таковой, рухнула в тот самый момент, когда те, кто исповедовал веру в нее, впервые столкнутся с людьми, которые действительно потеряли все другие качества и определяющие отношения, за исключением того, что они биологически все еще принадлежали к роду человеческому». Не буду сейчас, да, расшифровывать эту цитату, а поясню, каким образом возник этот парадокс. Очень коротко, да, Хан Аленд говорит, что он появился в определенный исторический момент, этот момент, Первая мировая война, и Первая мировая война почему породила этот парадокс? Потому что она породила новый вид человеческой миграции, новый тип человеческого мигранта, мигранта, да, и с чем это было связано? С тем, что этот мигрант отличался, да, от мигрантов, порожденных религиозными войнами предыдущих эпох, чем отличался тем, что, цитата, «однажды покинув родину, эти новые мигранты навсегда оставались бездомными». Говорит Хан Аленд, в предыдущей эпохе так не было. Как она это обосновывает? Она говорит, что все это связано с тем, что Первая мировая война породила целую реакцию социальной и политической дестабилизации, от инфляции до гражданских войн, но наиболее остро эта ситуация переживалась у новых государств, которые образовались после распада Австро-Венгерской и Российской империй. То есть этот новый мигрант, в общем-то, порождение вот этого пространства, бывшей Австро-Венгерской империи и Российской империи. И Хан Аленд указывает на то, что раньше централизованная деспотическая бюрократия в этих империях одновременно стягивала и отводила друг от друга рассеянную ненависть и конфликтующие национальные притязания, которые были в этих образованиях. И после того, как эта бюрократия, после того, как эти империи развалились, то возникла двойная враждебность, говорит Аленд. С одной стороны, государству вообще, в форме государства, поскольку государство больше не может обеспечивать права своих граждан. С другой стороны, возникла враждебность между различными этническими группами, она народы это называет, но вот я даже не знаю, как корректно сегодня об этом говорить, да, этнические группы, национальные группы, наверное, все-таки этнические. Причем, она говорит, эта вражда была не только внутри одного государства, вновь образовавшегося, но и между различными государствами. И в эту вражду оказались втянуты как малые и большие группы, украинцы, поляки, сербы, хорваты, венгры, и все они, которые не могли найти места в этих новообразованных национальных государствах, и они обнаруживали трудности создания национальных государств в Восточной Европе. Да, то есть было непонятно, каким образом можно добиться, да, вот этим ущемленным группам защиты их прав. И Хан Аленд указывает на то, что вместо того, чтобы обращаться к международным соглашениям того времени, да, например, к Лиге нации, вот эти вот группы делали ставку на национальное государство. То есть они считали, только путем создания новых национальных государств могут разрешиться их конфликты. Это вот тоже была одна из причин, почему возник этот новый тип мигранта. Вот. И что еще Ау Хан Аленд отмечает, что вот эти вот новые люди без государства, апатриды они называются, оказалось, что они не могут найти защитников нигде, да, ни в своем государстве, ни на международном уровне, а международным соглашениям они не доверяли, поскольку их цель была это создание новых национальных государств. И возникал такой тупик, да, то есть из этого тупика непонятно было, каким образом найти выход. Еще Хан Аленд отмечает, что вот эти вот меньшинства, эти группы, они имели также еще и межрегиональный характер, то есть это были группы, да, там, как потом, да, станет с евреями, понятно, в разных государствах. И вместо того, чтобы задаться вопросом о том, как защищать права меньшинства вообще, они стали объединяться, да, в отдельные группы, которые противопоставляли, да, свои интересы другим группам. И, в общем-то, вопрос о защите прав, да, без государственных людей, людей, которые потеряли гражданство, права, которые ущемляются в новых государствах, оказались совершенно неощущены, да, в поле вот этих конфликтов. Да, то есть эти ущемляемые меньшинства, не могли найти защиты в собственном государстве, не хотели обращаться к международным договорам, потому что считали, что только путем создания национального государства их интересы могут быть защищены, не хотели на повестку дня поднимать вопрос о этих национальных меньшинствах вообще, опять же, потому что считали, что это не путь разрешения этих конфликтов. И, в общем-то, это привело к тому, что в самих государствах все меньше находилось средств, как решать проблемы, да, этих меньшинств. И Хан Нарин говорит, что это привело к тому, что от лишения их гражданства, от потери имя государства, они понемногу превратились в перемещенных лиц, для которых затем были созданы лагеря, которые достигли своего апогея затем в 1933 году, да, и в нацистской Германии. Вот, и Хан Нарин формулирует это таким образом, что из национальной перспективы она говорит, что можно сказать, что в этот период нация завоевала государство, национальный интерес стал выше закона, поскольку не находилось, да, законов, которые могли бы защищать, да, этих новых людей без гражданства. Ну, парадокс ситуации заключался в том, что и сами эти люди, да, они стремились к созданию этих новых законов, да, считали, что только нация их может спасти, то есть находились в этой такой парадоксальной ситуации, да, что и они делали ставку на нации, и сами правительства считали, что национальные интересы выше законов, которые могли бы защитить права мигрантов. Вот, и Ханна Айленд отмечает, что вот эта тенденция, да, к тому, что права человека оказались зависимыми от идей национального государства, да, то есть вот эти новые меньшинства, которые не вписывались в созданные государства, они интерпретировали свои права как национальные, да, в то время, как нужно было искать какие-то другие способы защиты прав. Она считает, что, в общем, эта тенденция к отождествлению прав человека с национальными правами, она была заложена уже в Декларации прав человека 18 века, и, в общем-то, почему, с чем это было связано? С тем, что в этих декларациях было заявлено право народа на самоопределение, и вот это права человека по существу были подчинены идее права народа на самоопределение, и получалось, что вот в этой логике продолжали мыслить себя эти новые люди, которые не хотели, да, признавать себя гражданами государства, а затем гражданство лишившееся, они по существу тоже мыслили в этой логике, они полагали, если у нас не будет нового национального государства, никто не сможет защитить наши права. И в этом и заключается парадокс прав человека, согласно Ханни Алина. То есть вот эта новая ситуация Первой мировой войны обнаружила, что люди, которые выпадают из национальных государств, они бесправны, на них больше не распространяются права человека, поскольку права человека ассоциируются с правами граждан, национальных государств, и возникает вопрос, являются ли в таком случае права человека тождественными правам гражданина. И Ханна Алина фиксирует этот парадокс, и затем философы как раз обращаются к этому парадоксу и задаются этим вопросом, действительно ли права человека это права гражданина, они могут быть защищены в рамках, прежде всего в рамках национального государства, или права человека не совпадают с правами гражданина. Ну что это тогда? Что это за человек, который не является гражданином? Как нам этого человека рассматривать? Вот споры по поводу того, стоит ли права человека отождествлять с правами гражданина, потому что не отождествляем и получаем какой-то такой непонятный остаток. Привели к тому, что в 1984 году французский философ Клод Лефор заявил, что Ханна Алина отождествляет права человека с правами гражданина, и проинтерпретировал это таким образом, что в общем согласно Ханне Алина, человек становится человеком только в публичном пространстве, мы вчера немножко это обсуждали, то есть Алина считала, что есть это приватное пространство, где человек подчинен необходимости, это сфера домашнего хозяйства, экономические отношения Алина считала, и вот человеку необходимо выйти за ее пределы, реализовать себя в участии, на равных с другими, в гражданской политической активности, и выходит тогда, можно сделать вывод, что по Ханне Алина в этой приватной сфере действительно у человека нет никаких прав, он бесправен, да, и тогда Хлот префор прав, что человек обретает свои права только когда он оказывается в этой публичной сфере. Ну, тогда возникает вопрос, действительно мы снова возвращаемся к этому парадоксу, что нам делать с этим человеком без, который не умещается, да, в национальное государство, который потерял свое государство, к примеру, да, который не хочет соглашаться, не хочет жить по законам, я не знаю, группы, этнической группы, доминирующей в его государстве, да, то есть кто будет, каким образом представлять его права, то есть если мы соглашаемся с тем, что его права это права гражданина, то, в общем, он такой бесправный остаток, да, не человек вовсе. Ну и вот тут я хотела перейти ко второму пункту своего доклада, к тому, как современные философы интерпретируют этот парадокс, и на мой взгляд, вот эти философы, на которых я хотела бы остановиться, очень коротко, да, Гамбин, Жижик и Рансьер, они этот парадокс переводят в другую плоскость, то есть они считают, что этот парадокс существует, да, но этот парадокс связан не с различием человека как гражданина и человека как, ну, какого-то существа, там, до гражданства, да, этот парадокс связан согласно Рансьеру и Жижико с самой природой прав человека, вот, а согласно Гамбину с пониманием человека, с расколом в самом человеке, да, вот об этом хотелось сказать несколько слов, но прежде чем сказать, да, привести аргументацию этих философов, еще хотел бы отметить, что в концепции Ханн-Арринг такая вот есть двойственность, да, с одной стороны, исходя из вот этой логики приватного и публичного, действительно, прав человека вроде нет в приватной сфере, они только в публичной сфере, с другой стороны, в своих поздних лекциях, лекциях коллективной ответственности 68-го года, Ханн-Аринг говорит, что человек не может существовать без сообщества, что покидая одно сообщество, человек всегда оказывается в другом сообществе, и из этого тогда следует, что парадокс прав человека возникает тогда, и в этой титате, которую я приводила, это значится, когда мы человека рассматриваем как такое обособленное существо, да, вот если мы откажемся от понимания человека как такого обособленного существа, да, и будем его рассматривать как члена сообщества, то тогда человек не будет бесправным, да, человек всегда с другими людьми, да, и он обнаруживает, он притязает на свои права, другие признают его права, возникает только вопрос тогда, что есть какие-то сообщества, которые этому благоприятствуют, и есть сообщества, которые этому мешают, да, тогда ключевым вопросом является вопрос о сообществе. К этой теме я затем хотела бы вернуться. Как же рассматривают, как же интерпретируют парадокс прав человека «Современные философы», а Гамбин, который написал такую трилогию Кома Сакер, о том, что вслед за Ханной Арин, что действительно 20-й век породил новый тип человека, и наиболее очевидно, да, или вообще порождение этого человека, это стало очевидным в концентрационных лагерях, и вот этот вот человек, который возникает, да, в концентрационных лагерях, это человек, который доведен до состояния нечеловеческого, да, человек, который уже, на которого не распространяется, да, больше система права, да, он лишен всех прав, но кроме этого, об этом я чуть позже буду говорить, он уже не может распоряжаться сам с собой, да, относиться к самому себе, как к человеку, он потерял уважение к самому себе, вот, и в общем можно сделать вывод, да, Гамбин говорит, что вот этот вот остаток, этот человек за пределами человека, ну вот у него и нет прав, да, то есть мы можем вроде бы рассмотреть, если, да, если есть, вот, если мы можем довести, да, человека до такого состояния, да, бесправного, то действительно есть этот остаток, да, и тогда права человека, это права гражданина, это права, всегда мы должны говорить о субъекте, субъекте права, в системе права, да, в ней, в ней ее человек абсолютно бесправен. Как это Гамбин интерпретирует? Он говорит, нет, вот это вот развлечение человека на такое совершенно бесправное существо, он называет его еще голой жизнью, и человека как субъекта права само порождается определенной системой, да, он называет ее системой биогласти, вот эта система дала о себе знать в концентрационных лагерях, ну в общем она начала складываться в этой ситуации Первой мировой войны, и Агамбин говорит, что вот этот вот раскол между человеком, да, как голой жизнью, ну вот какой-то биологической такой субстанцией и правом, этот раскол действительно существует, но мы не должны его понимать таким образом, что вот здесь есть голая жизнь, да, а вот здесь есть право, а между ними пропасть, а на самом деле человек и есть этот раскол, в самом человеке есть этот раскол, да, и тогда парадокс прав человека заключается в том, что мы обнаруживаем, да, свое бесправие, и в то же время обнаруживаем, что мы должны обрести крова, да, то есть это наше бесправие, оно имеет такой активный характер, да, то есть это бесправие, которое обнаруживает ненормальность бесправия согласно Агамбину. И эту ситуацию уже немножко в другом контексте интерпретирует Жижек с Рансьером. В 2005 году Жижек пишет такой провокативный текст против прав человека, который, на мой взгляд, идея которого не отвечает на звание, и он говорит о том, что действительно права человека можно критиковать за то, что первоначально это были права буржуа, и это были буржуа, которые боролись за свои политические и гражданские права, можно себе представить, в XVIII веке буржуа претендовали на ту власть, которая была у аристократии, у них, им не было необходимости, да, этим буржуа претендовать на социальные права, они у них были, да, необходимо было только завоевать право участвовать в политической жизни, да, устанавливать законы, управлять, вот, и в общем, можно сделать вывод, что права человека до сих пор остаются такой политической фикцией, и это права не распространяются на ущемленные группы. Но Жижик говорит, все на самом деле не так, да, оказалось так, что будучи вот такой формальный, будучи формой, да, будучи формальными, эти права буржуа спровоцировали вопрос о правах у всех остальных социальных групп, да, если просто сказать. То есть ущемленные социальные группы, согласно Жижику, оказались политизированы, да, благодаря правам человека, то есть как у Агабина получается, согласно Жижику, они осознали, что они являются этой голой жизнью, да, и поняли, что так жить нельзя, да, если так просто говорить. И согласно Жижику, он это интерпретирует как вопрос о том, об отношении, да, конкретных людей и всеобщности прав человека. То есть вот эта вот группа, лишенная прав, она увидела себя, да, как часть социального целого, и права человека оказались, да, ну, получается, да, согласно Жижику, имеют такой эмансипаторный потенциал. Ну и последняя интерпретация, да, интерпретация Жака Рансьера, он предлагает вот такую формулировку, парадокс, да, это все время получается, это все время парадокс, да, но это уже не парадокс вот такого бесправного человека, да, и человека, обладающего правами, а в самом человеке, да, и в самих правах человека есть какое-то напряжение, которое позволяет нам переходить, да, от бесправного существования к обретению прав. И Рансьер в тексте 2004 года, на который ссылается Жижик, да, это текст, да, который тоже очень рекомендую его к прочтению, но его, к сожалению, на русском и белорусском нет, надо перевести. Один из моих выводов после подготовки лекции, что это очень хороший текст, который нужен нам в работе. И вот у него там такая загадочная формулировка, что права человека являются правами тех, у кого нет прав, которые они имеют, и кто имеет те права, которых не имеет. И он приводит, чтобы расшифровать, да, эту ситуацию, эту формулировку, и показать, что, да, это опять парадокс, да, почему в ядре прав человека этот парадокс. Он приводит пример того, как женщины в период Великой Французской революции, в частности, Олимпия де Гуш, заявляли о своих правах, начали бороться за свои права, и описывает, какова была ситуация. В декларации прав человека значилось, что все люди равны, да, и все люди обладают правами. На самом деле женщины не имели политических и гражданских прав, и объяснение этому было, что женщины принадлежат в приватной сфере, да, а чтобы участвовать в политической жизни, нужно быть свободными от интересов, от обусловленности приватной сферы. И что в интерпретации Рансьера сделала де Гуш, она сказала, что есть одна точка, где мужчины и женщины становятся равными, это гильотина. Да, вот женщины, которые оказались на гильотине, они обнаружили, что у женщины есть место и в публичном пространстве. Вот, и раз ей есть место на гильотине, значит, ей должно быть место и в других пространствах. И возвращаясь, да, к этому парадоксу, получается, что, еще раз, права человека являются тем, у кого нет прав, которые они имеют. То есть женщины имеют права согласно декларации, да, но не имеют их на самом деле, да. У тех, у кого нет прав, у них нет прав, которые они имеют согласно предписанию, да, согласно писанному закону. И имеют те права, которых не имеют. Рансьер говорит, в тот момент, когда де Гуш и другие женщины в рамках манифестации, в каких-то других формах в публичном пространстве заявили о своих правах, да, то они стали, да, обладателями этих прав, которые, на самом деле, которых не имеют. Да, то есть пока они артикулируют, да, то, что они притязают на эти права, у них есть эти права. Когда это завершается, эти права остаются на бумаге, да, и эти права не могут быть, и этих прав нет. И из этого Рансьер делает еще один вывод, что в правах человека есть такой раскол между тем, что эти права писаны, да, и их осуществлением. И Рансьер говорит, что вот это осуществление прав человека должно тоже осуществляться особым образом. Он говорит, что для их осуществления нужно создание пространства диссенса, которое, он говорит, это не пространство консенсуса, а это пространство напряжения, да, вот женщины, которые выходят в публичное пространство и заявляют, смотрите, на бумаге есть права, в действительности нет. Начинаем бороться за свои права, обнаруживаем опять это противоречие, да, пока мы боремся, они есть, да, но на самом деле в другие-другие институты и нормы, и практики нам их не обеспечивают. Вот. И, то есть, это такое противоречие, да, то есть нужно обнаруживать противоречие, несогласие, напряжение между социальными группами, чтобы обнаружить, да, у кого права, у кого права есть, у кого права нет, и как за ним бороться. И из этого еще Ронсьер делает вывод, что ядром политического субъекта является способность создавать такие сцены диссенса. И еще он делает вывод, что сила прав человека обретается только в перемещении между первым предписанием прав, вот между существованием одноуровня декларации и сценой диссенса. И эту сцену диссенса поддерживают те, кто проверяет эти права на прочность. И Ронсьер также в этом тексте отмечает, что если мы обратимся к мигрантам, то как раз в их случае затруднена эта ситуация, да, то есть возникает вопрос, что не всегда возможно эту сцену диссенса создать, но в этом задача, да, вы должны создавать эту сцену диссенса. Ну и вот из этого я делаю вывод, что вот это в каждом случае, да, в случае Агамбина, Ронсьера и Жижика мы видим такое обнаружение противоречия, напряжения в правах человека, что они никогда не есть то, что они есть, да, что им нужно осуществление их, вот, что они возможны только в этом осуществлении. И, в общем-то, из этого, на мой взгляд, следует, что права человека, вот этот парадокс прав человека, который сформулирован Арендт, он действительно сохраняется, но он заложен, да, этот парадокс не в этом напряжении между, ну, каким-то дочеловеком, человеком без гражданства и человеку, у которого есть гражданство, а он заложен и в самом человеке, да, в расколе самого человека и в самом понимании прав человека, которые вроде бы есть, и их нет, да, то есть они есть в декларациях, но на самом деле они есть только в осуществлении, да, и когда мы их осуществляем, этого тоже недостаточно, да, мы обнаруживаем, что, смотрите, их и в этой сфере нет, да, вот эта вторая часть этой формулировки Рансьера должна обнаружить, да, где еще права нарушаются, да, и вот это вот, как бы, такая цепная реакция, что мы все время и обнаруживаем права человека, и обнаруживаем, что их нет, да, этот парадокс человека, ну, на мой взгляд, да, таким образом переинтерпретирует парадокс человека, парадокс прав человека современные философы, и можно тогда сделать вывод, что вот тот парадокс, который случился с правами человека в период Первой мировой войны, да, что люди без гражданства оказались без прав человека, это определенная форма выражения, да, самой парадоксальности прав человека. Ну, и из этого также следует, я хочу перейти сейчас к третьему пункту, что вот этот человек, который лишен гражданских прав, он на самом деле может быть подвержен еще большему ущемлению в своих правах, и тем не менее, да, этот человек не может быть доведен до состояния, когда он станет абсолютно бесправ, да, то есть он будет находиться в этом парадоксальном все время состоянии, мы должны описывать разные формы, да, существования парадокса прав человека и думать, как в каждой ситуации его разрешать. И вот эту вот ситуацию, что может происходить с человеком, который вот уже не правовой субъект, да, но он может в ущемлении прав человека деградировать еще дальше, вот эту ситуацию Ханна Айленд, как я сказала, описала в последней главе истоков тоталитаризма, и сейчас я хотела бы остановиться, да, на этой модели. Значит, Ханна Айленд полагает, что, как я уже говорила, вот эта вот ситуация Первой мировой войны, которая достигает затем апогея в концентрационных лагерях, она создает излишних людей, она это называет, да, то есть люди, которые не нужны, да, в этих новообразованных национальных государствах, для них нет места, да, вообще, они сами своего места не понимают, да, они еще мыслят в старых категориях, вот. И, в общем-то, вот эти вот излишние люди, согласно Айленд, на первом шаге, да, это люди, которые лишаются своего юридического лица, они лишаются своего гражданства, ну, что добавляется в концентрационных лагерях, что в концентрационном лагере вот эта ситуация без гражданства, она получает дополнительный вид специального замкнутого пространства за пределами самой нормальной системы наказания, и узники Харна Айленд, говорит, оказывались в ненормальной юридической процедуре, в которой определенное преступление влечет за собой предсказуемое наказание, и Харна Айленд делает вывод, что вот на этом первом шаге, да, ущемления прав человека, люди теряли свою способность как нормальному, так и криминальному действию, и тем самым, очень важным для, в целом, концепциально, что она делает корреляцию между действием и правом, и это очень важно вот для ее концепта вида актива, то есть она считает, что вообще человек должен определяться прежде всего как действующее существо, но это действующее существо не какая-то абстракция, его действия всегда коррелируют с нормами, да, и что дают нормы, они приносят регулярность действию, с одной стороны, с другой стороны, они позволяют действия оценивать, вот, и вот эта вот корреляция между действием и правом, о которой Агамбин тоже говорит, да, затем, она принципиально важна, получается, и для понимания человека, и для понимания общества, и получается, что вот на этом первом шаге человек происходит такой разрыв между действием и правом, да, согласно Айленд. Следующим шагом, который происходил в концентрационных лагерях, то есть, в общем-то, этот первый шаг, он уже был, с этим первым шагом уже столкнулись люди, которые потеряли свое гражданство, да, но затем, согласно Ханне Айленд, в концлагерях они еще в замкнутом пространстве оказались, однако на втором шаге, согласно Айленд, происходит устранение нравственного начала в человеке, и достигается, она говорит, за счет того, что человек не может больше выбирать между добром и злом, он должен выбирать только между злом и злом. Например, она приводит пример между убийством своих детей и обречением на смерть своей жены и детей. Можно вспомнить фильм «Выбор Софии», не знаю, смотрели вы его или нет, где главной героине предложено выбрать, какой из детей ее будет убит, да, в концентрационном лагере, и это вот тот выбор, который, согласно Ханне Айленд, разрушает вообще коммуникацию между людьми. То есть такой человек, который больше не делает выбора между добром и злом, он выбирает только между злом и злом, он не может нормально взаимодействовать с другими людьми, поскольку люди тоже становятся, да, предметом такого выбора, да, он вынужден приносить в жертву других людей, выбирать, да, между тем, кто сейчас будет пострадавшим. И Ханне Айленд говорит, что тем самым создается организованное соучастие всех людей в преступлениях, и что вот это вот преступление распространяется и на жертв, и жертвы становятся преступниками. То есть это вот очень интересный тезис, то, за что Ханну Айленд критиковали в «Банальности зла», что она обнаружила, что можно говорить, да, и об участии определенных, да, категории евреев в Холокосте, но Ханна Айленд в этой книге дает и такое философское обоснование, да, то есть, в общем, есть этот механизм нравственного уничтожения человека, вот этот вот выбор между помещением его в особую ситуацию, когда совесть умолкает, вот, и что, в общем, вот, ну, в этой ситуации, да, невозможно не стать соучастником. Ну, это не все, да, то есть Ханна Айленд считает, что есть еще третья ступень уничтожения прав человека, и она связывает это с этическим уничтожением, и говорит, что в этот момент этического уничтожения устраняется индивидуальное отличие человека, его неповторимая индивидуальность, и в одном месте она говорит, что это неповторимая индивидуальность, и есть его достоинство, и как она определяет эту индивидуальность, уничтожить ее, разрушить, означает, цитата, уничтожить самопроизвольность, способность человека начать что-то новое, исходя из собственных внутренних ресурсов, Нечто такое, что нельзя объяснить как простую реакцию на внешнюю среду и обстоятельства. И очень важно, что Ханна Алин связывает вот это вот лишение человека, этого начала с манипулированием над человеческим телом. Она говорит, что уничтожение на этом уровне, этическое уничтожение человека начиналось с момента транспортировки людей в концентрационные лагеря, в тех тяжелых условиях, в которых их транспортировали, и кончая пытками. То есть пытки и сегодня уничтожают человека на этом этическом уровне. Если обратиться к современным теоретикам, я об этом говорила, философам признания. Сегодня философы много занимаются таким понятием признания. И толчок к этой философии признания был дан Акселем Хонатом, немецким философом, который в свою очередь опирался на Гегеля, его концепт борьбы за признание. То можно представить вот эти три уровня определенным образом. И прежде чем к этому перейти, хотела несколько цитат привести еще одного политического философа Форста. Он так пишет, что нормативная идея права, согласно которой личность уважается и признается в качестве свободной, равной другим правовым личностям, независимо от того, какой конкретной идентичностью она обладает в качестве этической личности, предполагает, что понятие правовой личности с внешней стороны выражает форму ее абстрактно-формального признания, а с внутренней конкретной идентичности индивида. Конец цитаты. И Форст слайз на Хануаген говорит, что если мы возьмем правового субъекта, то он играет роль в защитной оболочке, которая с одной стороны делает возможной личностно-этическую автономию человека, а с другой требует автономных в правовом смысле личностей, чтобы они не оспаривали возможность личностно-этической автономии других людей. И еще один немецкий философ Эмн Стукенхад отвечает такую двойственную припостась правового субъекта и говорит, что правовой субъект это не только защитная оболочка, но и правовой субъект, мы как правовые субъекты, будучи правовыми субъектами, имеем обязательство к активному признанию других людей. И тем самым он говорит, что практика признания других людей в качестве правовых субъектов укоренена в уважении этих людей. Чтобы признавать другого человека в качестве равного нам правового субъекта, мы должны уважать его способность быть таким субъектом, уважать его. Вот. И вот это укоренение, получается, признание правового субъекта укоренено в уважении другого человека. И вот это уважение есть требование обращаться с другими людьми таким образом, чтобы давать им понять, что они обладают равными моральными правами, равными с нами. И получается тогда, да, если различать понятие признания, уважения, и на уровне, вот этическом уровне нужно говорить о самоуважении, человеческое достоинство это самоуважение, тогда получается, что на первом уровне, вот этом юридическом шаге происходит искоренение практики взаимного признания, то есть признания людей в качестве правовых субъектов. На втором нравственном уровне искореняется возможность взаимного уважения или практика взаимного уважения людей, когда все люди превращаются в соучастников преступления и становится невозможным выход за пределы вот этого соучастия. И Ханна Айн сама связывает, да, все эти уровни с человеческим действием, то есть она считает, что все это, да, и признание, уважение возможно не просто как мыслительная процедура, да, а возможно как измерение действующего субъекта, да, на уровне, если мы говорим о правовом субъекте, то наши действия обязательно хоррелируются нормами. Если мы говорим об уровне уважения, то это тоже действие, мы должны уважение проявлять, да, мы не можем просто думать, да, что мы кого-то уважаем, это определенная практика. И если говорить о вот человеческой, о третьем шаге, да, уничтожении человеческой индивидуальности, вот эта самопроизвольность, спонтанность, то можно сделать вывод, что вот эта спонтанность, самопроизвольность есть самоуважение, да, такой еще один уровень, да, кроме признания, мы требуем признания себя, да, как таких субъектов, которые в системе находятся, да, в какой-то системе установленных правил. Затем более глубокий уровень уважения нашей способности на действие, и это уважение предполагает признание самоуважения, что каждый из нас способен самостоятельно проявить инициативу, действовать самостоятельно, вот, и эти три элемента взаимосвязаны, и вот эти три элемента, да, только и позволяют человеку состояться. То есть, получается, что понемногу, да, уничтожение этих элементов, да, от признания, уважения, самоуважения, есть такое вот уничтожение, да, уничтожение согласно амин человека как вид актива, да, как действующего существа, и если возвратиться, да, означает ли это уничтожение человека, опять же, возвращаясь к этому пункту, что же у нас с человеком, да, если вот эти уровни признания, уважения и самоуважения искоренить. Агамбин вот эту ситуацию, когда мы доходим до третьего уровня, да, уничтожение самоуважения характеризует как появление в концентрационном лагере фигуры мусульманина, так называли, да, эту фигуру, это состояние человека, который находится, который является уже не столько и не только границей между жизнью и смертью, сколько линий между человеком и нечеловеком. И Хан Аарин, да, говорит, что, Агамбин во многом переинтерпретирует Аарин, что это ситуация, в которой уже и смерть, и жизнь в равной степени затруднены, и Агамбин говорит, что посуществует такой живой мертвец, да, этот мусульманин, он переживает смерть при жизни, и в этой ситуации вот происходит вторжение человеческих возможностей в область нечеловеческого. И можно также отметить, да, даже на уровне этого, на глубинного уровня самоуважения мы все равно говорим о действии, потому что в концентрационных лагерях эта способность к самоуважению проявлялась в заботе о себе, да, в минимуме гигиены. Если вот этот уровень уважения был направлен на других людей, да, и создавая ситуацию, когда люди не могли выбирать между добром и злом, и выбирали уже между злом и злом, разрушались отношения между людьми, то на уровне самоуважения человек терял отношение, всякую возможность относиться к самому себе, да. Но тем не менее Агамбин делает вывод, и он полагает, да, что это следует из размышлений Ханны Арин, что человек может вынести даже это, может вынести даже нечеловеческое, и что человек и есть этот раскоп, да, возвращаясь вот к тем парадоксам, которые описывают филологии прав человека, что человек, есть, да, вот эта связь человеческого и нечеловеческого, и подтверждение, что человек может вынести, да, вот это нечеловеческое в себе является то, что, ну, самым понятным подтверждением, что были люди, которые выходили из состояния мусульманина, да, согласно Агамбину, это были редкие случаи, да, и Агамбин говорит, что они, правда, не возвращались к прежнему состоянию, да, и люди эти переходили в новое состояние, которое он называет состояние свидетеля. Это еще такая отдельная большая тема, вот, не буду на ней останавливаться, но тем не менее, и это является таким небольшим доказательством, что человек может выдержать и нечеловеческое, ну, не только это, да, согласно Ханни Арендт, вот эта вот способность человека к начинанию, которая искореняется, да, искоренением признания, уважения и самоуважения, она все равно как потенция остается, вот, и задача, да, в таком случае состоит, чтобы воссоздать, да, вернуться, да, чтобы восстановить, эти уровни, да, эти уровни самоуважения, уважения и признания, чтобы эта потенция человеческого действия могла осуществиться. Ну и что тут еще в заключении этой части можно сказать, если вот сопоставить теперь то, что говорили французские философы, да, об этом расколе прав человека и вот том расколе, который человек переживает в этих тяжелейших условиях, да, когда искоренено признание, уважение и самоуважение, то, в общем-то, выходит, что вот этот вот раскол, да, между человеком и нечеловеком может быть переведен в этот раскол или какую-то корреляцию можно установить между расколом предписанных прав и осуществлением этих прав. И можно сделать вывод, что человек может, да, вернуться в это состояние, или мы можем преодолеть, преодолеть это состояние лишения нас признания, уважения и самоуважения именно потому, что права возможны только в осуществлении и что мы способны преодолевать этот раскол, да, то есть вот эти расколы, которые, можно сделать вывод, да, эти расколы, которые описывают, да, это напряжение, которое существует в правах человека между их фиксацией, предписанием и их осуществлением, в конечном итоге этот раскол укоренен в вот в этом напряжении между тем, насколько человека, да, можно уничтожить, какие есть возможности его уничтожения и тем, что человек может его все-таки вынести, да, что человек может вынести и нечеловеческое. То есть вот это вот напряжение между человеческим и нечеловеческим выходит, да, можно перевести в это напряжение между идеей прав человека, да, предписанностью, существованием человека, сосуществованием прав человека на уровне норм и их реализации. И согласно, чтобы стянуть это противоречие, согласно всем этим авторам нужно публичное пространство. То есть согласно Рансьеру нужны эти сцены диссенса, которые позволяют держать права человека в процессе их осуществления. И если мы вернемся к этому уничтоженному человеку, у которого уже нет ни признания, ни уважения, ни самоуважения, то возвращение его к человеческому возможно только через человеческое сообщество, но человеческое сообщество должно пониматься как публичное пространство. Это человеческое сообщество, в котором главная идея, главный связующий принцип это участие на равных в поддержании общего мира, в установлении законов этого общего мира. И Ханна Арендт можно увидеть в этой идее, что права человека возможны только в осуществлении и в осуществлении в сообществе. Можно увидеть и антологическое обоснование прав человека у Ханны Арендт, поскольку Ханна Арендт показывает, что мы не можем больше, благодаря развитию науки, благодаря секуляризации и за тем, да, вот тех ужасов, которые в 20 веке осуществились, или из-за них, да, вернее было бы сказать. Мы не можем больше апеллировать к Богу, природе или истории, что тогда остается? Остается человечество, но человечество способно обеспечивать права человека только если оно будет это делать, да. Права человека возможны только в обеспечении, вот, и это связано с пониманием один человека как действующего существа. То есть человек как такое начинающее существо, если человек будет этим инициативным действующим существом, если будет самоуважение, уважение и признание, если это будет осуществляться в публичном пространстве, а только так она, эта модель может поддерживаться только в публичном пространстве, тогда будут возможны и права человека. Вот, и, ну, вот, то, что я хочу сказать, да, то есть вот эта модель, вот это видение Ханны Аллен человека, что Ханна Аллен еще говорит, что у человека нет сущности, да, поскольку мы не можем найти такую характеристику в бытии человека, устранение которой устранило бы человека. Вот, и человек есть вот это осуществляющееся действие, и отсюда следует, что и общий мир, и права человека, они тоже возможны только в этом осуществлении, да. Но, возвращаясь к тому, что какой эксперимент может быть произведен над человеком, да, если мы снова вернемся к тому, что вот человек деградировал, да, но чтобы права человека осуществлялись, мы должны вернуться, да, мы должны восстановить самоуважение, уважение, признание, они должны работать в публичном пространстве, и тогда права человека будут, права человека будут работать. И, согласно Ханне Аллен, и это следует, да, из вот тех философов, которые я приводила, права человека получаются, ну, как бы являются такими знаками, да, вот этого процесса осуществления человека как действующего существа, да, и общего мира, где мы взаимодействуем друг с другом, да, и, возможно, самоуважение, уважение и признание, поскольку права человека являются по существу вот теми самыми правилами, которые фиксируют, да, вот эти практики, самоуважение, уважение и признание. То есть недостаточно просто публичного пространства, да, недостаточно этих практик, но выходит, что права человека объективируют, да, если так философски говоря, вот эти вот необходимые практики. Но, возвращаясь к парадоксу прав человека, да, они опять не могут застыть, да, они должны постоянно, мы их фиксируем, да, потом мы проверяем, насколько в этом, на этих сценах десенса мы проверяем, насколько они в реальности существуют, да, и мы опять возвращаемся к этой модели, они не могут существовать, если нет этой модели признания, уважения, самоуважения, и возникает, да, такая вот модель, да, такой парадокс, который отсылает к этим разным ипостасям и человека, и человеческого бытия, и общего мира. Ну вот, это был третий пункт, и сейчас я хотела бы три тезиса о Беларуси сказать. Насколько вот эти размышления важны для белорусского контекста, и первое, да, что я хотела бы сказать, первая моя идея, предисловие к ней, в общем, Ханна Арендт, как следует из того, что я рассказывала, прежде всего размышляла о мигрантах, да, затем она размышляла о людях, которые находились в концентрационных лагерях, но Агамбин говорит, что на самом деле вот эта ситуация, в которой находятся бесправные люди, она может быть и внутри государства, да, и он говорит, когда это происходит, когда, он это называет, эту ситуацию чрезвычайным положением, когда правительства могут совершенно безнаказанно пренебрегать нормативным характером права, и приносить его в жертву своему произволу, игнорируя международное право, существующее за пределами их государств, и устанавливать внутри своих государств перманентное чрезвычайное положение. При этом они, однако, продолжают претендовать на то, что действует в строгом соответствии с нормами права. И, в общем, Агамбин считает, что вот эта ситуация чрезвычайного положения – это временная приустановка права, но, в общем, это ситуация, когда над правом находится кто-то, кто может это право приостанавливать, да, для того, чтобы решать какие-то свои задачи, и эти задачи Агамбин называет биополитическими задачами сегодня, да, и связанные они с чем, с тем, что, да, нами статистически управляют, да, что нас превращают в такие тела безволи, или в тела, которыми управляют другие. И я думаю, что не нужно доказывать, да, что мы сталкиваемся в Беларуси с этой ситуацией. И вот тот ответ, который философ, который Агамбин дает, да, на то, что же с этой ситуацией делать, то есть задача в том, чтобы не позволять нам превращаться в эту голую жизнь, то есть вот эта вот ситуация чрезвычайного положения – это когда право вторично, да, если это голая жизнь, и власть позволяет ей распоряжаться, не обращаясь к нормам права. Вот, и Агамбин считает, что, ну, во-первых, да, необходима критика того, что нет никакой голой жизни за пределами права, что голая жизнь всегда так или иначе коррелирует и с правом, и с властью. И необходимо понять, да, каким образом власть уже в этой голой жизни находится, да, то есть как она в нее проникает, какими механизмами она управляет, говоря о том, что, ну, это сама жизнь этого требует, да, то есть это само собой происходит, это естественно. На самом деле Агамбин говорит, нету ничего естественного, да, мы должны понять, каким образом голой жизнью управляет власть, да, то есть нам необходимо занять такую критическую позицию, и нужно понять, да, каким образом власть внедрена, и наша задача заключается в том, чтобы не позволить власти захватить над нами полный контроль, и Агамбин говорит, как это возможно, благодаря тому, что на самом деле в зазоре между голой жизнью и правом находится, мы должны мыслить пространство для того вида человеческого действия, которое в какой-то момент стали называть политическим, и вот если мы, да, обнаружим между вот этой обозначением нас голой жизнью, да, и правом, и властью политическое пространство, то мы сможем, да, занять эту политическую позицию, и мы сможем, сможем противостоять, да, ну, или попытаемся, да, это нам даст возможность сказать, да, что есть эта точка, да, в которой мы находимся, и мы не можем быть абсолютно гетерономными, да, нами невозможно, нельзя распоряжаться в полной мере, да, поскольку мы тоже субъекты, но получается, что вот это пространство, в котором мы субъектами становимся, оно не может быть ни на стороне голой жизни, да, ни на стороне власти, оно должно находиться в зазоре между голой жизнью и властью, и речь идет, конечно, опять же, о публичном пространстве, и... Что тут? Это публичное пространство, да, согласно Ханне Аринд, это взаимодействие свободных инициатив, и Ханна Аринд читает, что вот это право на публичное пространство, на наше действие согласно собственной инициативе, это действие всегда по Ханне Аринд разворачивается как взаимодействие, да, и вот это притязание на это право является первым притязанием, да, первым притязанием на права человека, и на это право необходимо заявить, да, необходимо разоблачать эту голую жизнь, что нет никакой голой жизни, да, всегда в эти практики, которые существуют, внедрена власть, и нам необходимо отвоевать свое собственное пространство, да, и толчком к этому отвоеванию является право на наше свободное действие. И это вот первый мой тезис, который следует из того, что права человека это не только конкретные права, а это вот это вот право на свободное действие, действие в публичном пространстве и возможность его каждый раз нужно изыскивать, возможность для осуществления этого права. Где, в какой точке находится эта возможность. Второй мой тезис отсылает к размышлениям Владимира Фурса, белорусского философа, который характеризовал белорусское общество как деполитизированное. И Владимир Фурс говорил о том, что в чем эта деполитизация проявляется в таких двух ипостасях. Во-первых, в самоограничении, которое он, как он говорит, что это добровольно-принудительное самоограничение, которое практикуется населением. В чем оно проявляется? Вот такой двойственность этого самоограничения, что время принятия политических решений передоверяется официальным властям. Существующий порядок воспринимается как естественная, непролематизируемая рамка повседневного существования. Горизонт мышления и действия ограничивается частной жизнью. С одной стороны мы сами это делаем, с другой стороны Фурс говорит, что это невозможно, если бы не было того огромного реального аппарата власти, репрессивного аппарата, который лишает нас этой возможности взводить на себя это время. Говорит, что Беларусь это нужно назвать таким администрируемым обществом, и Фурс призывает к тому, что необходима реполитизация. Мы должны взводить на себя это время, это, конечно, сложно, но нужно это сделать. И мне кажется, что вот этот тезис о реполитизации Фурса необходимо конкретизировать как тезис о том, что нам необходимо обрести свои права. То есть реполитизация это не просто мы становимся активными гражданами, а мы становимся носителями прав. То есть согласно Агенту и согласно этим размышлениям, которые я приводила, с одной стороны мы должны понять себя как источника действия, как источника действия по собственной инициативе, как такого субъекта публичного пространства, с другой стороны уже конкретные права человека, они позволяют нам более конкретно говорить о том, что такое реполитизация. То есть мне кажется, что обращение к правам человека и согласно приведенным размышлениям, для этого необходимы сцены диссенса, для этого необходимо напряжение, что все это позволяет придать более конкретный вид идеи реполитизации. И мне еще кажется важным Владимир Фурс в этом своем тексте, это его текст «Белорусский проект современности», говорит о том, что гражданская нация может обеспечить реполитизацию. И вот мне кажется, ну вот как-то в духе Ханны Аллен, что надо как бы на такой более глубокий уровень спуститься, что нация может быть разной, да, модели нации могут быть разные, но согласно Ханне Аллен получается, что более важным является создание сообщества, где люди взаимно уважают друг друга, и открытое сообщество взаимоуважения, и это открытое сообщество взаимоуважения может быть нации, да, если мы посмотрим, как Андерсон определяет нацию, то он считает, что это глубокое горизонтальное товарищество, но совсем не обязательно, да, не во всяком, не всегда нация является этим глубоким горизонтальным товариществом, И вот мне кажется, что обращение к философии прав человека, в которых, как и говорила, вот эта модель признания, уважения и самоуважения, вот эти три столба, они позволяют говорить и о новом типе сообщества. То есть сообщество должно опираться на эти принципы самоуважения, уважения и признания, и именно такое сообщество должно быть проводником реполитизации. И затем это самоуважение, уважение и признание конкретизируется уже в тех правах, которые мы обнаруживаем. В всеобщей декларации прав человека в конституции. И вот это вот открытое сообщество взаимоуважения, оно является таким критерием того, какое сообщество нам создавать. И третий мой тезис касательно Беларуси. Ханна Арин писала о том, что радикальное зло, вчера мы это обсуждали, на самом деле является системой. Что это система, которая определенным образом задается. И Ханна Арин полагала, об этом я в самом начале говорила, что тоталитарная система может прекратить существование, а эффекты ее будут продолжать воссоздаваться. Так вот, я считаю, что применительно к Беларуси сегодня уже не столько, да, если в логике Арин, в уничтожении прав человека переживало эти три ступени, да, от лишения нас прав, к устранению возможности уважения друг друга и затем к устранению самоуважения. В Беларуси мы можем видеть логику эту по-другому, да, и если мы можем в меньшей мере, да, вот так напрямую сталкиваться с тем, что мы там лишены прав, все-таки какие-то права у нас есть, да, то мы, конечно, можем видеть, как со времен, ну, я не знаю, сперлинизма, если уже конкретно говорить, воспроизводятся условия, в которых самоуважение, да, и взаимное уважение затруднено. Да, это вот те самые практики, ну, такого повседневного рассеянного, да, ну, унижения, да, с которыми мы сталкиваемся в разных уровнях, да, в этой системе. Самоуважение – важнейший элемент, да, в этой системе, поскольку, если нет самоуважения, нет источника к действию, и, на мой взгляд, вот это вот анализ того, где и каким образом скрыто, да, это усложнение самоуважения, да, и, или создание сложности, или, как мы сами поддерживаем, да, условия, в которых уважение друг к другу невозможно, да, коммуникация, в которую мы вступаем, да, где мы в каких случаях неуважительно друг к другу относимся, не отвечая, например, на письма, которые мы пишем друг другу, да, в системе образования – это частая ситуация, вот, и, на мой взгляд, вот это вот описанное, вот эти элементы, да, эти три шага, охранный аренд совсем не обязательно, да, в такой последовательности, ну, безусловно, они присутствуют в нашей системе, и вскрытие, анализ их совершенно необходимо, да, то есть это является таким инструментом для того, чтобы изменить, да, эту ситуацию, в которой мы находимся, вот, и что я еще хотела сказать, вот этот вот, это, да, был мой третий тезис, да, о том, что эти элементы признания, уважения, и самоуважения в нашем контексте должны быть скрыты, да, они невидимы, да, их необходимо разоблачать, и еще возвращаясь вот к этому второму пункту о том, как в публичном пространстве артикулируются права, это длительный спор о том, что философы вели сначала гражданские и политические права, а затем социальные права, сегодня этот спор приобретает совсем другие оттенки, да, сегодня вопрос о социальных правах выдвинут, да, ну, не на передний план, да, но это, нету такого большинства философов, хабер-масс вот в этом тексте, который я приводила, к примеру, говорит о том, что мы не можем, да, говорить сначала одни права, потом другие, но мне кажется, что вот этот вопрос о том, насколько, да, там, социальные права, минимум заработной платы, условия труда, насколько они также являются условием для того, чтобы было возможно и самоуважение, и уважение, и вот эти вот обсуждения этих конкретных прав в публичном пространстве должно коррелировать, да, вот с этими практиками уважения, самоуважения, которые описывает Аленд, и мне кажется, что вот эта взаимосвязь этих элементов очень важно, да, то есть еще раз выходит, что вот интерпретация нашей реальности, да, повседневной реальности, социальной реальности, политической реальности из перспективы прав человека позволяет, да, конкретизировать самые, увидеть самые разные практики и перевести тот опыт, который мы переживаем, да, тоже такой, самый разный опыт, да, в работе, да, в коммуникации с другими людьми, артикулировать его в связи с правами человека. И мне кажется, что права человека дают возможность, да, вот в таком философском смысле увидеть эту реальность по-другому и как-то попробовать по-другому с этой реальностью работать. Ну вот, это то, что я хотела рассказать. Спасибо, надеюсь, что как-то что-то я вам рассказала.